Новый отель, уникальный на Игейском побережье, находится в Бодруме, отель Хайт. Отель только для взрослых, 16+, на берегу моря. Просторные номера открылся в этом году, в мае. Заезд в отель в 15 часов, выезд в 12. Всего 216 номеров, также имеются смежные номера. Отель позиционирует себя, как тусовочный, молодежный, современный отель. В отеле также допускается размещение с домашними животными, но по запросу и платно. Расположен в 30 километрах от аэропорта, недалеко от центра Бодрума. В отеле питание ультра все включено. Видите, какие современные, красивые зоны. Лобби-бар. Тут закуски, десерты. Импортный алкоголь есть. Красивая лаунж-зона рядом с ресепшеном. Также есть главный ресторан интернациональной кухли. А-ля-карт ресторан французский, средиземноморский. Есть пляжный клуб с дневными вечеринками. Также кофейня. Коктейль-бар. Работает в течение всего дня, где подают напитки и легкие закуски. Также около бассейна есть круглосуточный бар. Основной бассейн работает с девяти до девятнадцати. Отель находится на первой линии. Собственный песчаный пляж. В отеле всего пять ресторанов, четыре бара. Один из ресторанов работает на завтрак, обед, ужин. Шведский стол, все остальные рестораны работают бесплатно и по меню. Но также в лобби-баре можно перекусить меню и меню алкогольных напитков. Бар работает круглосуточно. Можно здесь в любой момент выпить коктейль. Также есть платное меню. Сейчас я тоже покажу. Вот это все за дополнительную плату. В лобби обратите внимание на такие длинные диваны. Вообще хайд-отели по всему миру. Сейчас открываются в Стамбуле. Также есть действующие отели в Дубае, в Майами, по всему миру. Эти отели это тусовочные, молодежные, современные отели. В этом отеле концепция 16+. Сейчас встретили двух прелестных собачек в отеле. Но собачки за дополнительную плату проживают. General Admissions видан на бассейн. Это третья категория номера. 37 квадратных метров. 37 квадратных метров. Два человека могут остановиться. У нас твин тоже на этой категории. Есть твин и есть кинг. Максимальное заселение – два гостя. Современные номера. Здесь для диванов. Мини-бар. Их пополняется каждый день. И мини-бар бесплатно. Пополняется ежедневно и бесплатно. И вид на бассейн. На балконе есть два шезлонга, креслица и вид на территорию. Также есть, помимо основных корпусов, еще четыре вилы. В номерах нет халатов, но есть вот такие пончо с названием отеля. Очень классно. Также есть самый вкусный чай в Турции. Во всех номерах кофе-машины. Неспрессо дается, ежедневно пополняют капсулы. Душевая кабина. Гель для душа, кондиционер и шампун. И туалет. Номера, утюг и гладильная доска по запросу бесплатно. Платинум-свит с видом на бассейн. 73 квадратных метра. Можно поставить еще одну кровать. И можно поставить еще одну дополнительную кровать. То есть три взрослых можно застелить. Одна большая кровать. Посмотрите, какие диваны. Дизайн этих диванов сделан с целью того, чтобы гости, когда садятся, им было удобно разговаривать, общаться. И такие общие диваны. Там, допустим, когда садятся гости, то чтобы они друг с другом знакомились, пили коктейли. Отдыхали. Гамак очень классный. С видом на море. То есть можно сесть. И вот такой панорамный прекрасный вид на море. Смотрите. Очень классно. Большой балкон. Также стулья, стол и два маленьких таких лежачка, гамачка. В отеле четыре корпуса ABCD. И они находятся друг напротив друга. И так же виллы. И так же виллы. Красиво. Вот как раз таки зона вилл. Виллы с бассейном. И уже проходите и сразу попадаете на пляж. Диджей играет на бассейне с двенадцати до трех. А потом с трех до шести диджей играет на пляже. Но так же вечером проходят различные вечеринки. Вчера была вот вечеринка во французском ресторане. Ну и так же меняются локации. И вечеринки могут проходить в любой из зон. То есть эту информацию вы уже отслеживаете, когда будете проживать в отеле. В отеле всего десять категорий номеров. И вот эта категория номера не всегда будет выходить и с видом на море, и на бассейн. Они называются с видом на бассейн. Но некоторые номера с таким прекрасным бонусом с видом еще и на море. Только три номера. Только три номера, да. Есть такие. И поэтому рассчитывать на сто процентов, что у вас будет именно такой, ну как бы не стоит. Душевая кабина, туалет, коридор. Ну и уже вы выходите на выход. Здесь есть зона гардеробная. В гардеробной зоне. Также вот пончо. Пончо. Утюг, гладильная доска по запросу и сейф. Виллы. Получается два здания и четыре виллы. То есть одно здание на две виллы. 220 квадратных метров одна вилла. Соответственно, одна зона вилл. Три спальни. Максимум заселения до шести гостей. В каждой вилле есть бассейн. И они находятся ближе к пляжу. Зона пляжа. Каскадной территорией сделана зона пляжа. Лежаки, матрасы. Здесь находится бар и снэк-ресторан. Заселение в этот отель одиноких мужчин можно. То есть два мужчины, если делает запрос, заселение возможно. Мебель стоит на песочке. То есть спускаетесь и попадаете прямо в пляжу. Здесь делаются суши. Красивый ресторанчик. Меню в снэк-ресторане. А здесь для дополнительного плата. В баре работает в миксовок. Здесь играет диджей с трех до шести. После инспекции я могу... Пляж-песок. Сам пляж небольшой, но достаточное количество лежаков для этого количества гостей. То есть лежаки стоят как небольшим каскадом. Вход плавный. Море чистое. И зона пирса. С пирса тоже так же можно поплавать. На пирсе лежаки. Тут гости. Не буду уже до конца идти. Везде по всем каналам, что здесь стройка, никакой стройки нет. Ну, есть, конечно, моменты, которые немножко недоделаны. Ну, вот, например. Но это никаким образом не мешает гостям. Рядом с отелем ведется стройка одного бич-клада. Но, опять же, это никакого отношения и никакого шума. Ничего такого нет. Поэтому все эти картинки, видео, никому не верьте. Вот я сама в этом отеле. Поэтому никакой стройки я здесь не наблюдаю. Что-то, может быть, там сломалось, они доделывали. Но на данный момент, вот сегодня 29 мая, никаких стройок нет. А все это, что кран показывают, это кран соседнего бич-клаба, который на данный момент делают. И никакого отношения к этому отелю он не имеет. Пляжный клуб работает также на обед, как а-ля карт. И после 15 июня тоже будет работать, как а-ля карт, и на ужин. Амфитеатр, где проводят вечеринки и живая музыка. На территории есть 5 магазинов. На первом этаже, когда вы проходите к пляжу, магазины одежды. На первом этаже есть 5 магазинов с одеждой, как шоппинг-авеню. Здесь небольшой амфитеатр, где проходит анимационная программа. Также хотела рассказать для гостей, у кого ханимон, кто только поженился, молодожен. Для них будут, эти гости считаются в отеле, как VIP-гости. Для них будут скидки различные на процедуры, на спа. Это релакс-зона, где можно посидеть, отдохнуть. И также кофе-чай. Большой ассортимент чая, обратите внимание. Он мой любимый чай. Как сказать? Дайте понюхать. Можно его покурить. Фруктовый. Нет, покурить не надо. Выпить можно. Заварить. Бар работает с 9 до 5. Смотрите, какой приятный уголок. Можно здесь попить чай, расслабиться, полежать после пляжа. Здесь нет солнца, продувает. Очень приятная атмосфера. Здесь зеленые растения. Красиво. Бару Калабасейна. Вот диджей. Играет с 12 до 3. Потом он играет на пляже. Бару Калабасейна работает до 6 часов. Тут есть свежевыжатые соки. И потом, так же, в обед, начинаются уже как а-ля-карты в ресторан. То есть, закуски, пиде. Ассортимент импортный. Все хорошо? И это как, как сказать, полезный счет для здоровья. И детокс, сок здесь, сок, вино. Вино тоже, виски, водка. И это плотнее. Обратите внимание на стульчики. Все с подушечками. Очень классно. Еще. Это в обед можно перекусить. Французский ресторан. Он работает только на ужин. Ресторан а-ля-карт. Надо забронировать столик заранее для ресторана, но для бара не надо. Столик нужно забронировать заранее для ресторана, но если вы пришли просто в бар здесь посидеть, то бронировать заранее не нужно. Вчера вечеринка была здесь, например. Вот здесь вчера как раз-таки была вечеринка. Здесь вот для диджея как раз-таки место, где он играет. Также есть зона на улице, на балконе. Можно посидеть. Здесь вот вид на амфитеатр и на территорию. Основной ресторан. Он работает на завтрак, обед, ужин. Выбор хороший. Питание вкусное. На обед они накрывают небольшой ассортимент, но опять же все есть. Рыба, мясо, закуски. Вот сейчас как раз обед снимаю. Так как большинство гостей любят кушать. Ну вот только накрывают, потому что еще не все, конечно, есть. Любят кушать больше в а-ля-карт ресторан на пляже. Ну вот и гриль, и картошка, и рыба, и овощи, и рис. Свежевыжатые соки. Фрукты. Коктейль-бар. Как коктейль-бар. Коктейль-бар. У нас в сердце каждый день. И где наши гости могут готовить их коктейль сами. Но, конечно, можно заказать тоже. Да, чтобы сделали. Десерты, фрукты. Тут закуски, сыры. И зона ресторана. Также на улице тоже есть столы. К сожалению, свиты и VIP с джакузи номера мы не посмотрим. Они забронированы, нет свободных. Стены все раскрашены. И лобби. Отель хороший. Цены на этот год очень хорошие. На следующий год этот отель будет стоить в разы дороже. Процентов на 40-50. Поэтому советую в этом сезоне сюда обязательно слетать. Звоните, пишите. С радостью вас забронируем в этот отель. Продолжение следует...